Плохотнюк находится на территории Турции, теперь у него и гражданство, так? Так. Это означает, что его никогда не экстрадирует Турция, как гражданин Турции? Вы знаете, мы рассматриваем разные аспекты привлечения господина и Плохотнюка, и Шороба к уголовной ответственности. А Шороб находится в Израиле, будучи гражданином Израиля? В этой юрисдикции абсолютно не означает, что они не могут быть привлечены к ответственности. Поэтому это пока наши наработки, наши наработки, но если мы завершим следствие в отношении этих людей, то я не исключаю, что мы направим эти дела для рассмотрения в эти юрисдикции. Вам известно? И я не думаю, что этим людям и одному, и второму будет комфортно. По закону, если вы предъявляете обвинение, отправляете дело в суд, в Турь, юрисдикцию, их суды должны рассматривать... Да, их суды должны рассматривать. Но кто представляет сторону обвинения, Молдавскую генеральную прокуратуру в том случае? Насколько я понимаю, конечно, в каждой стране своя какая-то процедура, но насколько я понимаю, на уровне мы направляем дело, на уровне органов предварительного следствия, прокуратуры, это обвинение должно быть подтверждено, и потом оно там направляется в суд, соответственно, поддерживается. Вам известно, на какое имя господин Плохотнюк получил турецкое гражданство? Влад Плохотнюк или оно как-то было изменено? Я не могу ответить на этот вопрос, но я думаю, что по общей процедуре, скорее всего, он получил на свою фамилию.